Представители знака Зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, события на пороге апреля. События с первых недель месяца и три главных события. Апрель у нас начинается в середине коридора затмений. И 1 апреля вполне вероятно, как и середина коридора затмений, это такая аналогия слова ожидания. Вот мы можем в период между 25 марта, это когда будет лунное затмение, в знаке Зодиака Весы, это, по сути дела, отказ. Мы пересматриваем свою тактику, стратегию, от чего-то ненужного на нас нового мы можем отказываться, потому что не видим перспективы. А 8 апреля уже солнечное затмение в знаке Зодиака Овен, на что мы готовы. Может быть, ради собственной мечты, ради исполнения желаний. И как раз 1 апреля может и означать, что это для меня, смысл слова ожидания, сводится к тому, что это, пустые надежды, или мне в конкретном вопросе нужно проявить терпение. Сила Солнца, безусловно, она будет нас, знаете, делать большими оптимистами. Это сама по себе жизненная энергия, новые планы, новые идеи, новые намерения и цели. И 21 апреля будет очень серьезное соединение Урана и Юпитера в знаке Зодиака Телец. Это бывает один раз в 83 года. Это невозможно спрогнозировать. И мы можем, как услышать, например, новость по части финансов, какие-то изменения в мире. Нам придется где-то себя перестроить. В целом нужно быть готовым к неожиданностям. Почему? Потому что 24-й год, если до этого периода было, ну, такое еще относительное где-то спокойствие, то основные события как раз 24-го года, года дракона, они будут развиваться, начиная с апреля, чисто даже планетарно. Ну, давайте мы посмотрим, что же для вашего знака Зодиака, как видят карты. И первая карта, что придет. По сути, перемены, по сути, выбор какой-то нам придется делать, с чем-то определяться. Что придет, первая карта, что уйдет. И три главных события. Может быть, это определенная сфера жизни. Или, ну, как само по себе действие. Узнаем. Что же придет в апреле для вас? Выход какой-то из лабиринта. Определенно, точно вы с чем-то будете знать направление. Чему следует уделять внимание, чему нет. У кого-то эта определенность, она может проиграться в личной жизни. Но больше все же у нас потузу мечей, это, знаете, вообще как бы направление даже нашей жизни. Вот тот самый лабиринт или паутина, может быть, которая словно опутывала наши мысли. Или какие-то обстоятельства, мои дорогие львы и львицы, были вокруг вас, которые препятствовали осуществлению вашего желания. Или осуществлению, ну, какого-то вашего намерения. Вы не видели выхода. Может быть, это ваше окончательное решение о переезде, о смене работы. Или вы, ну, как-то пересмотрите свою личную жизнь. И если прежде была какая-то ваша история, как будто мне шаг вперед, два шага назад приходилось делать. Или если мы говорим про отношения, ну, что-то как качелеобразное было. Нам не сказали да, нам не сказали нет. Вот теперь в апреле, это правда, тут и планетарно, но даже прогноз по картам видит, что вы действительно будете знать наверняка, куда я собираюсь двигаться, или что для меня сейчас в приоритете. По этой карте туз-мечей мы сами для себя в приоритете и отталкиваемся от собственных желаний. Но положительный момент, мы как ноу-хау знаем, как действовать. Что уйдет? Вы можете закрыть, кстати, какой-то вопрос, связанный с судами, например. Может быть, это не совсем даже разбирательство в суде. Вы можете прийти к выводу, что лучше медиаторство с кем-то договориться. По этой карте что уйдет? Может быть, если вы прежде, всегда все же старший аркан справедливость говорит о причинах и следствии. Поэтому, если вы что-то сделали хорошо, вполне вероятно, как пространство вам будет помогать, предоставлять какие-то варианты. Или, знаете, как оказия, или не случайная случайность с нами может случиться, закрыть тот или иной вопрос. Или люди, пусть это не те люди, которые конкретно, которым вы помогали, а руками других людей, как будто пространство, Вселенная откликается и нам с чем-то помогает. Как будто в апреле вы подведете знаменатель, и вас прошлое не будет тянуть назад, туда даже не захочется оглядываться. И если прежде были какие-то нерешенные вопросы, вот здесь вы все расставите по местам. И это будет отправной точкой на последующий период 24 года. С чем-то вы будете определяться. Как будто уходит, знаете, то, что нас прежде сковывало, держало, может быть. Или у кого-то буквально, мои дорогие, может быть, вы закроете кредит. Или по жилью решите какой-то вопрос, когда тоже вот все расставлено по местам. Может быть, по документам что-то у вас прежде не получалось сделать. Или в целом какие-то оформления еще, мои дорогие. Вот здесь они у вас скорее получатся, помимо всего прочего. Больше деловой вариант, конечно, эти две карты. И поэтому здесь дела работы, бизнес, где-то заработки денег или каким способом приходят деньги. Или даже если в личной жизни, значит, все равно это каким-то образом отмечено на бумаге. Или в вашем решении, или в ваших каких-то разбирательствах, может быть, так. Вы в чем-то будете ставить точку. И вот это, видимо, начало старта нового. Часто по Тузу Пентакли прекрасная карта. Если мы говорим три события, это как первое событие, вы уже зерно будущих побед будете закладывать. И правда, чему-то или какому-то вашему намерению определенно точно будет сопутствовать успех. Это причем может быть новый вид деятельности. Для кого-то из вас новые способы заработка. Сами по себе получение денег, как будто по этой карте у нас сбываются желания. Или вы получаете какую-то важную бумагу, которая тоже вам подводит, как финишную прямую. Да, вы ее пересекаете. И теперь новые возможности уже открыты. Вы не чувствуете, знаете, груза прошлого, когда на меня что-то давит. Вот здесь есть возможность буквально, мои дорогие, в чем-то поставить точку, словно отряхнуться и пойти дальше, чтобы нас что-то не тянуло назад. Это как, знаете, груз с плечей скинуть, сбросить и оставить в виде опыта, может быть. И уже новые какие-то планы, направления, они вас, ну, где-то как, знаете, вдохновение. Или, может быть, творческим инсайтом могут настолько закружить, что вы, будет это помогать, по крайней мере, тому, чтобы вы забыли прежние переживания, какие-то разочарования. Для кого-то из вас буквально может проиграться так, удачное время в вашем бизнесе, в вашем продвижении, в ваших амбициозных планах. И даже если были разочарования в личной жизни, вы можете переключиться как раз больше на заработки или на свои здоровые, чисто любивые планы. Давайте мы спросим, чем дело кончится. Тут как будто не кончится, тут правда, часто туз пентаклей может означать вот как то зерно или начало чего-то нового, все-таки туз, он один как будто, да, еще предстоит какое-то продолжение. И по семерке пентаклей мы-то мы отстраиваем свое благополучие. Все же у нас пентакли растут на дереве, и поэтому с одной стороны сильная позиция, но что-то имеет тенденцию к продолжению. Да, могут быть задержки, или это ход событий для вас будет какой-то неспешный. Чем дело кончится? Дело не заканчивается. Наоборот, большому кораблю, большое плавание, что-то будет продолжаться, чем сердце успокоится. Вы какой-то правильный приоритет. И сердце-то где-то не успокоится, потому что у вас есть твердое намерение что-то осуществить. И вы где-то готовы, как, может быть, вот то слово ожидания, которое я сказала до нашего расклада. Вы понимаете, что нужно терпение. И с другой стороны, не промахнуться как будто с какой-то информацией. С одной стороны, знаете, как, наверное, высшие силы вам помогают увидеть очень правильно, реалистично события. Не, может быть, это какая-то прежняя история, вот которая завершилась, научила вас не ставить себя в режим ожиданий пустых надежд. Вы как раз можете, ведь что такое пятерка жезлов? По ней проходят либо люди, которые нам не сказали ни да, ни нет, вот это как раз про это. И те люди, на которых мы не можем положиться. Почему? А потому что человек меняет свое мнение очень быстро. Утром он думает одно, вечером он думает другое. С одной стороны, для вас вот такая тактика людская, она будет очевидна. Если прежде вас можно было на этот крючок где-то словить, то теперь это не получится. Вы правильно еще умеете оценить все те события и новости, а их, кстати, ожидается, как я сказала, в районе 21 апреля, но кто знает, может быть и раньше. Это могут быть где-то и вбросы такие ложные информационные, я имею в виду обстановку вообще. Но вы, мои дорогие львы и львицы, сумеете правильно оценить, можно этой информации доверять или нет, чем сердце успокоится. У вас будет сильная позиция за счет того, что вас невозможно одурачить. Вот как-то так. Давайте карту совет. И будь то это конкретный человек, будь то это в пространстве какие-то новости от начала до конца какому-то проекту вашему сужден успех. Причем это карта самодостаточности. Умение видеть, правда, где-то слышать интуицию, реализация собственных планов и вообще в целом сильная позиция. И здесь от начала новых проектов до получения денег или получения, может быть, гонорара уже за проделанную прежде работу, если вы занимаетесь творчеством каким-то и для вас эти деньги задерживались явно, в апреле вы их получаете. Вообще сильная позиция. Второе событие. Эта карта может говорить о том, что вы как раз можете решить какие-либо вопросы, которые связаны с судебными делами или налоговые органы. Может быть, это согласование в высоких инстанциях или решение вопросов с высокими чиновниками. Может быть, вы столкнетесь с проверяющими, мои дорогие, но у вас сильная позиция и у нас карта справедливость уходит как бы в позиции, что уйдет. То есть окончательно подвести какой-то итог, знаменатель, повторюсь, вы сумеете в апреле. Давайте мы узнаем поточнее, чем дело кончится. Хотя по рыцарю мечей нам говорят, держись нейтралитета. Вот тут будет, наверное, что бы это ни было, или если это ситуация, в которой, ну, где-то вас человек может, знаете, либо ставить в тупик своим поведением, либо это могут быть визитеры неожиданно, если мы говорим про, увы, проверяющих или налоговиков, например, вот вполне вероятно. Все равно сохранять нейтралитет это будет для вас очень правильно. Потому что тут могут нас брать, знаете, либо обещаниями какими-то сказочными, но реальность, она в другой как будто истинной стороне. Либо, наоборот, мы можем столкнуться с теми людьми, которые просто имеют дурной характер, с которыми нам не хочется общаться, но, видимо, приходится. Вот, может быть, вы с подобными личностями как раз и проведете демаркационную линию окончательно в апреле. Чем дело кончится? Как будто эта энергетика перерастает в вашу силу, когда я теперь точно знаю, что мне от конкретного человека ожидать. По этой карте, кстати, рыцарь мечей со знаком плюс проходит, когда мы ищем какую-то информацию и ее находим. Мы ищем истину. Мы можем хотеть узнать, например, как работает в отношении нас закон. И, мол, вполне вероятно, вы проясните таки, может быть, путем обращения к адвокатам, к юристам, как мне правильно поступить. И вот это ясное видение, какова моя позиция, как будто вы сами о себе что-то больше можете узнать. И это дает как раз и основу того, что, как будто по рыцарю жеслов, если мы говорим, чем дело кончится, тоже как будто не кончается. А это ваше путешествие. У кого-то буквально путешествие проиграется, как поездка, а для кого-то жизненный путь, когда я иду вперед, и я готов к любым неожиданностям. Меня сложно, ну, где-то выбить с моего фарватера движения или с намерения осуществить какую-то цель. Но чем дело кончится, вам придется, может быть, быстро на что-то откликнуться. И правда, тут ситуация может быть таковой, что промедление, оно невозможно. Иначе вы упустите какой-то очень хороший для себя момент. Может быть, поставить точку в каком-то деле, я больше вот к этому склоняюсь. Или себя, может быть, с помощью законов защитить, так тоже может быть. Но, повторюсь, где-то правильно оценить как информацию, которая к вам приходит, так и не отложить что-то на потом. И тогда какой-то вопрос вы точно закроете. Но не ставить перед собой табу, что именно этот вопрос я, допустим, должен или должна, или хочу, мне бы хотелось. Да, вот это вот все сюда не относится, потому что все-таки неожиданности идут. И чем дело кончится? Значит, как неожиданная какая-то оказия завершить окончательно тот или иной вопрос. И может быть, совершенно не тем методом, как вы это ранее предполагали. Но расставить все по местам. Чем сердце успокоится? Вы знаете, к какому-то вопросу, делу, человеку, вы правда от чего-то откажетесь. И вас это не будет эмоционально цеплять. Закончится какой-то период ожидания. Закончится период наших радужных надежд, но которые никуда не шли. Мы будем большими реалистами. И это дает возможность сконцентрироваться на том, что может быть продолжено. Вот у нас первый ряд карт. И весь мир у ваших ног. Сама по себе карта говорит, нет, ничего невозможного для кого-то, действительно, возможность переезда. Но вы думали, я буду этот переезд осуществлять одним каким-то путем. Или местность себе могли наметить. А здесь что-то поменяется. Будьте готовы взять мечту, мои дорогие львы и львицы. Тут, правда, могут произойти такие события, как и вокруг вас, которые подводят вас еще к какому-то итогу и вроде как требуют ваших действий. Не отложить что-то на энный срок будет важно. Потому что это, как, знаете, ухватить птицу феникс за хвост, птицу счастья. Все же по аркану мир воцаряется. Мир, гармония, возможности какие-то для вас что-то сделать, ну, для себя удивительно, со знаком плюс. Все-таки по аркану мир обратите внимание. Что вы хотите? Хотите славы, почета? Пожалуйста. Хотите денег? Золотой телец? Пожалуйста. Хотите путешествий или каких-то новых возможностей? Тоже, пожалуйста. Хотите заниматься эзотерикой и развивать в себе дар, предположим, и ясновидение? Вы прочувствуете в апреле как раз свою интуицию, многие из вас. И вы будете больше доверять своему шестому чувству, нежели тому, что говорят люди. Вас как будто жизнь этому учит. И это вам дает очень сильную позицию. Правда, нет ничего невозможного. В целом, вот вы, наверное, посмотрите, пусть это как в карте совет, но это одновременно можно расценивать как вашу сильную позицию, к которой вы можете прийти. Даже если до этого у вас было тысячи неопределенностей или какой-то турбулентный период, или какие-то разбирательства в суде, или какие-то сложные мутные люди, но вы все расставите по местам ровно так, как нужно. Третье событие. Вот правда, как будто вы куда-то засобираетесь. Вот это карта прогресса. Тройка жезлов. Человек нам показан, который повернулся спиной к прошлому. Он уже даже не хочет оглядываться туда. Я иду вперед. Но нет еще пока действий по этой карте. Значит, что-то вы будете помимо какого-то решения, достижения, или, как мы говорим, да, вот зерно будущих побед вы закладываете, но есть еще какой-то план. Он может быть как раз, это где-то продолжение по второму варианту, как конкретный переезд, и вы будете рассматривать новые варианты, все то, о чем я говорила. Ну, для кого-то это по работе, продвижению, начало нового вида деятельности, или ваша работа совершенно в другой сфере деятельности. Для кого-то новые заработки или новые как способы дохода. Вы можете, планируя какое-то новое совершенно направление в вашей жизни, начать учиться, мои дорогие, изучать языки, изучать какой-то вид деятельности. Все-таки по тройке жезлов у нас корабль изображен, как будто человек ожидает, когда корабль зайдет в гавань. Корабль один из символов Меркурия, мои дорогие, и перемен. И поэтому кто-то из вас вспомнит про свою мечту, когда я всегда хотел работать посредством сферы интернет, или я всегда хотел попробовать себя в сфере IT, каких-то технологий, в искусственном интеллекте. Может быть, вас сейчас именно, вы узнаете какую-то новость в апреле, вполне такое вероятно. Особенно в районе 21 апреля мы как раз что-то подобное можем узнать. Либо по части, если мы говорим финансы, изменения или изменения по взаиморасчетам, как криптовалюты, или, правда, посредством искусственного интеллекта меняется как будто наша реальность. И вам захочется именно в эту сферу, может быть, углубиться. Для кого-то из вас это может быть работа на дому, но даже не в том месте, где вы находитесь, а вообще в удалении, в другой стране, может быть, даже так. Но вот абсолютно любая перспектива, как третье событие, просто каждый будет планировать что-то свое. Это карта прогресса, когда вы действительно чувствуете, что меня ничто не тяготит, нет у меня тех цепей и канатов, которые меня связывают с прошлым. Я иду вперед. Кто-то откроет интернет-магазин, кстати, по этой карте, и такое может быть. Причем с прогрессом. Опять же, Меркурий. Перемены сами по себе. Чем дело кончится? Они кончатся. Тут может быть дело всей жизни. Рыцарь Пентакли едет медленно, и нам говорят о марафонском забеге лет на 10-20. Какое-то дело можете начать, которому будете уделять самое серьезное пристальное внимание. Внимание к мелочам. Тут как будто у вас будет строиться из мелочей. Тут проиграется для кого-то железно новая сфера деятельности. Или, может быть, вот эта ваша деятельность, она уже на прежних каких-то знаниях все равно будет основана. Но с элементом новизны это точно. Железно, что вы как будто прочувствуете направление там, где моя удача, там, где мое солнце. Вот так. И, безусловно, вы не захотите от этого отказаться. Тут, правда, какой-то сам по себе прогресс. Чем сердце успокоится? Может быть, это будут какие-то согласования с высокими инстанциями. Могут быть, правда, консультации у юристов. Как мне лучше обустроить дело, обустроить переезд. Все-таки у нас по рыцарю Пентакли проходит... Рыцарь все же он едет, правда, перемещается. Может быть, приезд человека к вам. Или могут быть еще какие-то вопросы для кого-то из вас, чем сердце успокаивается. Когда вы будете, ну, проходить обследование. Для кого-то буквально стоматология может проиграться. Как будто перед переездом я должен решить все вопросы по здоровью. Вот буквально у кого-то будет и так тоже. Чтобы там, на другом берегу, передо мной не было неожиданностей. Либо эти, ну, вот, возможные неожиданности. Вы будете как подводить итог и себя готовить к чему-то. Буквально кто-то по жилью может пойти согласовывать документы. Кто-то, как я уже сказала, по здоровью о себе узнать что-то поточнее. Кто-то из вас будет документы какие-то оформлять. И тоже вам нужно знать что-то наверняка. Сердце успокаивается тем, что вы делаете что-то по закону. И делаете это, ну, так вот, с точкой, уверенно, рационально, без эмоций. Для кого-то из вас это может быть и отчасти, мои дорогие, где-то знакомство с человеком. Все же это карта двора. И по королю мечей это у нас проходит водолей, близнецы и весы. И кто знает, или, может быть, асцендент имеет человека в этом знаке зодиака. И, пойдя по инстанциям, решая какие-то вопросы, вы можете познакомиться с каким-то чиновником. Или увидеть своего знакомого, кстати. У нас же там еще и в апреле ретроградный Меркурий будет. И мы можем вполне встретить тех людей, которые знали прежде. А здесь мы, придя, как решать свой вопрос, увидим ту персону, которая нам известна. И вполне вероятно, кто-то будет из людей вам помогать. Давайте карту совет. Для кого-то окончательное решение по части, все-таки, по королю кубков, это часто проходят наши близкие супруги. И вы знаете, правда, проиграется, что я, может быть, завершаю наши прежние отношения, которые уже какое-то время они могли уже и не тянуться. Или де-факто они были завершены. Но де-юре еще не были оформлены какие-то документы. И вы захотите что-то пересмотреть, дополнить, у кого-то, может быть, договоры какие-то заключить, да. Или бракоразводный процесс, правда. И у вас получится в апреле, правда, что-то сделать с точкой, когда больше ясности, больше понимания, больше для вас сильной позиции. И в целом карта говорит о том, что вам придется вообще переключаться где-то между эмоциями или личной жизнью и заработком. У кого-то из вас вот как раз переезд совпадет с личной жизнью, как, может быть, приглашение конкретного человека. Может быть, это и по работе, кстати. Но тогда я могу предположить, мои дорогие львы и львицы, что кто-то неровно дышит вам в вашем направлении. Вы кому-то будете нравиться. И из симпатий будет желание помочь вам или вас сопроводить, или каким-то образом посодействовать продвижению вашего дела, вопроса. Тут все-таки будет какая-то симпатия, это точно. Даже либо с высокими чиновниками. Это не говорит о том, что мы женимся или выходим замуж. Но это отчасти говорит, что люди, они более расположены к нам. Но есть, видимо, и тот момент, когда держать где-то баланс эмоциональный все-таки вам придется. Об этом говорит тоже король кубков. Не смешивать рационализм, или точнее вопросы, где требуется он, с теми вопросами, где больше эмоциональный фон. Вот как будто не поддаться на эмоции для вас вообще будет очень важно в течение апреля. И тогда совершенно новые возможности перед вами открываются. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львейцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.